Куда нужно обращаться, если цены на лекарства в аптеках завышены? Представители Управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии и Росздравнадзора подробно дали ответы на вопросы, касаемые нарушения прав граждан, наказание доступной, качественной и безопасной медицинской деятельности, обеспечению лекарственными препаратами. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В последнее время участились случаи резкого повышения цен на лекарственные препараты. Здесь очень важно отметить, что медикаменты делятся на две группы. Это жизненно необходимые и иные. Цены на первый тип лекарств регулируются государством. Поэтому граждане, которые хотят проверить ценовое соответствие, могут посмотреть и в сети интернет, где есть завышение стоимости на препараты в той или иной аптеке. Главный государственный инспектор Управления антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии Инус Матакаев отмечает, что при выявлении повышенных цен на жизненеобходимые препараты следует обращаться в Росздравнадзор. Если что касается иных лекарственных препаратов, иные лекарственные препараты государственным органам государственной власти не регулируются. То есть этот рынок является свободным, сам товарный рынок регулирует цену. Но никто не застрахован от злоупотребления хозяйствующим субъектом своим положением на данном товарном рынке. В данном случае, если происходит резкое повышение, то существует два инструмента реагирования. Первый инструмент – это органы, местные органы, субъекты федерации. В случае более чем 30% повышения на лекарственные препараты могут обратиться в Росздравнадзор с предложением о том, чтобы установить предельно допустимую отпускную цену на данный препарат. В условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания медикаментов, относящихся к иным лекарствам на 30% и более, органы государственной власти субъекта России вправе направить в Росздравнадзор свои заявления с указанием предельной отпускной цены производителя. У нас существует статья 10 и 11 закон о защите конкуренции. Это злоупотребление доминирующим положением и согласованные действия или сговор на данном товарном рынке. Изучая ситуацию по факту, мы, соответственно, делаем свои выводы. Но, обращаясь к нам, конечно, мы, наш инструмент реагирования носит немножко такой среднесрочный характер. Мы изучаем товарный рынок, выявляем субъектов. Если это доминирующий субъект, то у него одни правила. Если это сговор на данном товарном рынке, там другая ситуация. Мы реагируем чуть по-другому. В любой ситуации, если граждане считают, что, по их мнению, цены на лекарственные препараты превышают допустимые, экономически допустимые цены, то они обращаются к нам. За год по завышению цены на лекарственные препараты было всего три письменных обращения, отмечают представители Росздравнадзора по Карачаево-Черкесии. Данный орган осуществляет контроль в сфере обращения медикаментов по разным направлениям, включая соблюдение прав граждан. Они отмечают, что все препараты, которые входят в перечень жизненеобходимых, регулируются государством, и при выявлении их завышенной стоимости необходимо обращаться в их ведомство. В таблицах, которые можно посмотреть на сайте Минздрава КЧР, на сегодняшний день более 40 тысяч наименований лекарств. И вот по каждому из них в последней графе указана максимальная цена. Вот если вы приобрели лекарство в аптеке, и оно выше вот этой цены, значит, тут же обращайтесь к нам, мы примем меры административного воздействия, оштрафуем эту аптеку. Территориальным органам Росздравнадзора проводится ряд мониторингов, в том числе проверка цен на жизненно необходимые лекарства, также наличие препаратов, предназначенных для лечения новой коронавирусной инфекции. Очень важно гражданам обратиться при нарушении их прав в региональный орган Росздравнадзора. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия. Алихан Лепшоков. Алихан Лепшоков. Алихан Лепшок.